Первый писался вообще в непонимании полном, что мы пишем. Присылали на электронную почту и говорили, сделайте как хотите. Они все вот так вот разговаривают. Они говорят, нет, делайте так. Ну что делать? Ну мы делаем так. А потом все говорят, слушайте, а что они все у вас как уроды говорят? Мы говорим, вот, а мы предупреждали, а мы говорили, а что они как уроды говорят? Вот такие вот они, потому что они уроды. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Всем привет, друзья! Мы с вами находимся в Москве, в таверне Дядя Геральт И сегодня у нас в гостях Константин Карасик Голос Роше Ведьмак 3 Здравствуйте, Константин! Привет-привет! Спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли, нашли время на это интервью Обычно, когда я анонсирую гостей на своем канале, я создаю у себя на канале пост И ребята задают вам вопросы И очень много людей писали, вопросов нет, просто передай спасибо Константину Поэтому от всего сообщества Ведьмака хочу сказать вам огромное спасибо за вашу работу Это просто шедевральная озвучка, как в Ведьмаке, так и в Far Cry и в огромном количестве других проектов Спасибо, захвалили сразу И вы первый гость на моем канале, который принимал участие в записи всех трех частей Ведьмака И первое, что я хотел вас спросить, я понимаю, что прошло уже много лет с первого Ведьмака Но если вы помните, расскажите, пожалуйста, как это все происходило вообще? Вы же озвучивали Азара и Еведа Ты меня раздражаешь? К тому же ты изрубил моего Кащея Труд долгих лет Придется решить вопрос более традиционными методами Полагаю, нас не представили Вернан Роше Боюсь, не могу пожать тебе руки И как я не подумал? Янка! Геральт из Риви Живой и здоровый Вернан Роше Последняя надежда Тимерии Смейся, смейся А Тимерия еще вернется на карту мира На самом деле, все это происходит одинаково Когда мы едем писать тот или иной проект, мы же ничего не знаем Все покрыто тайной Ничего рассказывать нельзя Да, в общем, мы, даже если нам расскажут, не сразу все понимаем Для меня было полное ощущение, что Ну, одна из самых первых игр, которая была, ну, по миру фэнтези Наверное, было что-то про Хоббитов То, что тогда появлялось И она была очень такая, довольно скромненькая, довольно простенькая Мне кажется, совсем для детей И когда я ехал, я даже не думал, что из этого получится такая длинная-длинная-длинная дорога Сначала всегда же выбирают голос, делают пробы Как тогда проходили пробы, я, конечно, не помню Но, судя по всему, они как-то проходили И единственное, что я помню, что потом нам показывали кусочки, которые там голосовали люди То есть они сопоставляли там твой голос просто с картиночкой И дальше люди голосовали Ну, так получилось, что, в общем, нельзя сказать, что я там выбился вперед всех моих конкурентов Вот, но как-то вот так сложилось Так сложилось Для меня вообще мир фэнтези и мир какой-то сказочный, он абсолютно близок Есть люди, которые говорят, слушайте, мы сейчас с вами попадем в сказку У меня полное ощущение, что вот эта сказка, она есть везде В любой непосредственно там игре, чем она технологичней, тем больше возможности сделать мир необычным Поэтому, ну, скажу честно Ведьмака меня все время убивали Я никуда не могу дойти Я все время теряюсь, я знакомлюсь не с теми людьми Я попадаю в какие-то все переделки, которые, в общем, правильные игроки обходят стороной И не тратят время на пустые разговоры Но мне так всегда интересно послушать, что мне говорят эти прохожие, какие-то страшные люди около костров Что большая часть времени у меня уходит вот на изучение, а что же он мне скажет, а чем это мне поможет А потом я, как наивный человек, сижу и думаю, а зачем он мне это сказал? Вот что я, получу какую информацию? Никакую И я сначала очень долго терял время именно на вот эти Я подходил ко всем и слушал все А потом я понял, что нужно действовать совершенно иначе Так что, честно говоря, вот начиная с первого Ведьмака, ведь огромный прогресс прошел, да? От первого до последнего И не знаю Вот у меня есть полное впечатление, что самое, конечно, важное, что было в этой игре Это получилось создать этот потрясающий мир В котором можно находиться вот сколько хочешь Ты пришел в него, попал, надел наушники И если у тебя есть время, ты его проведешь замечательно Кстати, я знаю, что многие мои зрители являются студентами А совсем скоро начнется сессия Поэтому сегодня я хочу вам порекомендовать сервис Work5 Work5 поможет успешно написать курсовую, диплом или любую другую студенческую работу Это крупнейший сервис, который предлагает низкие цены и короткие сроки А по данным SimilarWeb им пользуются уже более миллиона шестисот человек Это очень удобный сервис и оформить заказ очень легко и быстро Нужно всего лишь заполнить короткую форму с требованиями на сайте А стоимость видно сразу Менеджер подберет вам специалиста с опытом в предмете А если у преподавателя появятся правки, то они вносятся бесплатно И доводится работа до конца, чтобы вы точно получили хорошую оценку Оформить заказ вы можете прямо сейчас со скидкой 15% по промокоду NIGHT15 Ссылка на Work5 будет в описании под видео А по поводу кастинга на Ведьмак 2 А вы не помните, был ли кастинг или вас взяли как-то без кастинга? Нет-нет-нет, он, конечно же, был, но как он проходил... Я не могу сказать, что это было что-то отдельное Мы что-то, наверное, записывали и параллельно к этому сделали небольшие пробы Но ведь в этой игре самый главный голос Он абсолютно всем известен, все его обожают, любят И это действительно правда Сел Борисович Кузнецов Поэтому я так думаю, что все равно, когда проходили пробы какие-то Они были в основном наставлены на то, чтобы подобрать голос к нему Потому что когда Ведьмак разговаривает с кем-то похожее, это ужасно То есть игрок все время путается А здесь вариантов, мне кажется, и не было Он настолько классно сделал этот образ Что всех остальных лично я бы, конечно, подбирал под Всеволод Борисович Но, наверное, так и произошло Потому что его можно слушать вечно Он для меня абсолютно... Я его считаю эталоном Вот так, как должен звучать настоящий голос артиста Он и чувственный, он и мужественный Он и всегда с юмором Он всегда пытается донести какой-то второй план, третий То есть, когда ты его слушаешь, у тебя сразу начинает работать твоя фантазия И в озвучке, мне кажется, это вообще самое важное Второй Ведьмак был прекрасен чем? Он был прекрасен тем, что он был очень долгий Его писали очень долго Бесконечно долго Меняли иногда фразы Иногда меняли целые сцены Иногда добавляли сцены Поэтому это была работа... Ну, не как обычно Все работают довольно быстро Несколько часов и роль записана для игры А здесь это была настоящая длинная-длинная история Всеволод Борисович, по-моему, прожил в студии Озвучивая Ведьмака Я думаю, что-то близкое к полугоду жизни Он, наверное, потратил на это У нас было все, конечно, поменьше Но поскольку в игре же есть масса вариантов прохождения Для меня было всегда очень интересно Именно записывать вариации Если ты сделал что-то, есть варианты какие? Так, так или сяк? Мне всегда было очень интересно Вот что чаще всего выбирают игроки? Вот есть какой-то, да, путь добра Можно пообщаться Можно врезать ему Можно там убить Можно там заколдовать Я никогда не знаю Ну, что люди выбирают Мне кажется, у нас народ кровожадный Зачастую И все пытаются силой выбивать информацию Получать какие-то там эти все планы Но, честно, вот для меня огромный секрет Чем сами игроки хотели бы, чтобы закончилась эта история Она же не может быть вечной Ведьмак второй, он еще, наверное, самый вариативный Именно в плане развития сюжета Потому что там вот от твоего выбора в начале Вот просто на две части игра делится Абсолютно разный сюжет Ну, как раз вот Роше или Йорвит То есть в третьем Ведьмаке Хоть и есть тоже какие-то выборы, последствия Но не так сильно все завязано А мне кажется, уже все устали Надо уже в какой-то момент, мне кажется Ну, прекращать делать там второй, третий, четвертый, пятый Вот лично я думаю, что Если бы они делали просто разные истории Не называя ее там Ведьмак-2, Ведьмак-3 Было бы гораздо интереснее Люди бы не ждали чего-то нового А здесь, когда тебе говорят Там, я не знаю Вышла новая модель телефона Ты от нее ждешь все равно А вот, ну, такая понятна А что будет дальше? А дальше-то шагнуть особо не получается Потому что настолько все и так хорошо было Ну, так если честно Дальше все зависело, наверное, только от каких-то компьютеров Чем мощнее компьютер, тем веселее, быстрее все грузится и работает А с точки зрения самой истории Они, конечно, так бахнули все и сразу Что не осталось особо каких-то сюжетных, каких-то линий Которые можно было придумать и там бах И все говорят, ничего себе Все уже все знают Поэтому дорога очень сложная Но для меня вот Всегда самое интересное Как и для всех, наверное, людей, которые играют Это начало и конец Вот как игра начнется Вот от этого зависит Ну, наверное, мне кажется Процентов 80 успеха Если она будет скучная И она будет нудная И тебе как-то не очень нравится мне играть Ты не будешь ее даже пытаться проходить Она просто, ну, сама канет в лето и все А если история завлекает настолько, что Ну, буквально до сих пор Вот я был неделю назад в Питере Я шел по улице около гостиного двора И я смотрю, идут человек шесть в каких-то мантиях, в капюшонах с мечами Я думаю, ну, все, последний день вот здесь я и встречу А они подошли и говорят Здравствуйте Мы из Вологды Мы сюда приехали Мы заблудились Подскажите, пожалуйста, как нам дойти до метро Я говорю, а вы кто? Они говорят Мы ролевики Мы вот приехали на какую-то Здесь была вечеринка на фестиваль И вот заблудились И я так все равно радуюсь этому, что люди ходят и играют в какие-то тематические вещи Чем просто бегают по городу, там, я не знаю, с дубинками и пытаются убивать прохожих И я так прошел, думаю, да А ведь вот кажется, что все бывает только в игре А на самом деле идешь по большому городу, вдруг из-за угла Бамс, выходят люди Говорят, здрасте Мы нашли зелье Теперь должны доехать домой Какая самая любимая у вас часть игры? Я больше книги люблю на самом деле Читать? Ну, я четыре раза вот книжную сагу перечитал по Ведьмаку А в оригинале? На польском, не на польском Потому что есть люди, я даже слышал, которые пытались учить польский, чтобы читать на языке оригинала Но, наверное, это очень сложно Это уже, да, это уже прям максимальный уровень фаната выучить польский, чтобы прочитать Хотя у меня были такие мысли, но нет столько времени А сериал, который вышел на Нетфликсе? Вообще нет сериала? Вообще нет сериала Я тоже посмотрел одну серию и понял, как-то, ну, не смогли воплотить идеи авторов изначально Как-то так скучновато Они не собирались, мне кажется, там, не для этого он был создан Это повестка, деньги, политика Об этом сериал, а не о Ведьмаке явно Я вот сейчас после вашей истории представил, как бы этим ролевикам голосом Роше что-нибудь Закричали, как бы они прифигели, особенно если они в теме Ведьмака были бы Ну, может быть, а может быть и нет Потому что, на самом деле, вот, есть голоса, которые, ну, совсем узнаваемые, да, то есть, неважно, подойдет Ну, условно говоря, Николай Николаевич Дроздов, который всю жизнь вел передачу про животных, да, и вот, независимо от того, ночь это день, и он подойдет и скажет Простите, а где метро? Ты его сразу узнаешь по голосу У нас в этом смысле все равно Мы не настолько узнаваемые темброво, когда мы говорим обычные слова Поэтому нет, обходится, обходится Чаще всего меня просят именно говорить фразу Васа Монтенегра из Фаркрая И все так радуются, когда я говорю Я уже говорил тебе, что такое безумие Я уже говорил тебе, что такое безумие Безумие – это точное повторение одного и того же действия раз за разом В надежде на изменения Радость такая, радость Ну, на самом деле, вот если так собрать, конечно, всех артистов Может быть, получился бы какой-то интересный сериал Именно про процесс озвучания Потому что никто этого нигде не делал Именно самых таких культовых, самых интересных героев Прям сериал про то, как их создают и как озвучивают Маленькая какая-нибудь студия, которая находится в небольшом подвале И оттуда потом разбредаются обычные люди Не одетые ни в какие костюмы Кстати, классный костюм Спасибо Сколько лет вы уже занимаетесь этим, Александр? Этим ютуб-каналом на ведьмачью тематику год Ну, сколько уже разных костюмов есть? Один Один? Дорого, на самом деле Это не как бы я убил утопца Еще бы Залутал, купил себе броню Да Тут все сложно А вы знали, что практически 72% моих зрителей не подписаны на канал? И очень зря Ведь здесь будет еще очень много всего интересного Интервью с актерами озвучки Ведьмака каждый месяц Стримы, другие видео и куча-куча разного интересного контента Если вы на канал не подписаны, такой контент очень легко пропустить Ведь он не всегда рекомендуется вам на главной странице Поэтому, если вы еще не подписаны на канал, буду очень рад вашей подписке Для вас подписка это всего лишь одно нажатие кнопки Но это очень поможет каналу в развитии Спасибо Кстати, вот касательно ваших фраз, допустим, вас из Far Cry На самом деле у вас голос тоже довольно узнаваемый Потому что во многом ваши реплики разлетелись на мемы Вот тот же про безумие Вот это они или мы У меня вот тоже в комментариях, где люди задавали вам вопросы И вопросов пять, наверное, они или мы Они говорят мне, говорят, вас, вас Кого, блядь, ты выберешь? Их или нас? Нас или их? Как будто, как будто, блядь, мне еще нужно выбирать Но это, опять-таки, я все время говорю Это не моя такая прям вот заслуга, что это сделал лично я Когда классно написан текст Когда классно все придумано Оно тогда и уходит в люди А если, как часто пишут на коленке И с ужасом там переводят с неизвестных языков Ну, вроде как уловив содержание Конечно, ничего не получается Но с Far Cry была замечательная история в том, что мы попытались сделать его прям один в один У нас не было никакой информации, когда мы писали У нас была аудиодорожка Просто аудиодорожка, ничего больше И надо было попытаться сделать точно так же, как делали они И мы прям вот так с Юрой Лениным писали на студии Бука И мы прямо так решили, что надо сделать, чтобы было честно, по-настоящему Прям если ор, крик, чтобы прям вот всем было больно это слушать Если это какие-то угрозы, чтобы они были не просто там Я тебя убью и все А чтобы в этом был какой-то, ну, такой голос, чтобы преследовал человека Вот он услышал это и дальше он мог это вспоминать и говорить Нет, туда не пойду Нет, нет, там такое, нет, туда не пойду Ну, у нас, в общем, во многом получилось И все это благодаря именно классной коллективной работе Которая всегда помогает У Роше, кстати, есть фраза тоже, которую все очень любят Это купец-бокалейщик, эмгир ван эмрейс Это тоже стало мемом Вы кто? Значит, вы кто будете? Я ведьмак Купец-бокалейщик, эмгир ван эмрейс Купец? Бокалейщик Ну, я думаю, что она стала не за счет своего какого-то вот там прям смысла Мне кажется, она настолько как прибаутка звучит в понимании каких-то вот этих вещей Поэтому она применима к очень многим ситуациям Поэтому ее и часто, наверное, используют Потому что про безумие ты особо, ну, нигде не скажешь Только в момент, когда ты уже понимаешь, что действительно Перед тобой что-то происходит безумное И тогда, может, я тебе говорил уже, что такое безумие А тут Не всегда применимо Есть огромные какие-то записи вот этих фраз Я один раз натыкался в интернете Которые прям люди, они выписывают себе И пытаются ими жить Последнее из того, что я слышал в метро Ехал и вдруг Сидит парень с девушкой И они о чем-то разговаривают Там смеются, смеются И жарко, лето И стоит какой-то такой здоровый-здоровый-здоровый спортсмен в костюме И видно, что ему дико жарко И он помирает Ну, такой стиль, что он не может расстегнуться Вот он стоит и умирает в этом синтетическом костюме Парень девушки говорит А помнишь, мы с тобой слышали Лето было настолько засушливым Что собаки помечали территорию мелом И я когда это вспомнил, я прям думаю Ну, точно, вот абсолютно применимая история Когда такая жара И уже все прямо И вот она тут же в листа работает Ну, таких фразов, кстати, очень немного Их, наверное, может и есть с десяток Которые пошли, кстати, из кино Да, вот это Асталависта Бэйби Которое ушло из Терминатора Не знаю Я бы, честно говоря Такими названиями потом и называл продолжение игр Вот есть, да, какая-то фраза, которая Там ушла в народ и все ее полюбили Вот назови игру Какое-нибудь продолжение или какую-нибудь часть Я уже говорил тебе, что такое безумие И все строго скользко Да, это просто интересно, что там будет Не знаю Пути Господни неисповедимы Константин, скажите А знакомы ли вы с книжной сагой «Ведьмак»? Да, но читать у меня ее никогда не получается Потому что мой формат книжки – это 50 листов Дальше все, я засыпаю Я уже устаю, начинают болеть глаза Это ужасно У меня нет усидчивости Вот есть люди, которые прекрасны Они сидят, читают сами в этом Находятся в мире И им ничего не нужно Я вот нет Вот я люблю, чтобы была какая-то Обязательная визуализация, что ли Самая страшная книжка, которую я читал Из мира фэнтези Она была тоже не по собственному желанию Я ее записывал Как аудиокнигу Приблизительно на сотой странице Я понял, что И посмотрев в стекло между аппаратной и студией Я понял, что в таком состоянии сидит звукорежиссер Я понял все Пагубная ситуация Не мое Мы потом переписывали, переписывали Чтобы было пободрее, повеселее Но все равно Читать книжки нужно уметь Вот, кстати Это тоже огромный дар Его, наверное, можно получить только с рождения Если у тебя есть какие-то правильные учителя, наставники Они тебе обязательно говорят Надо читать, надо развивать фантазию Не забывайте об этом Читайте книжки И тогда в будущем вы, может, сделаете тоже какой-нибудь Ведьмак Или какой-нибудь Фар Край Может, еще и круче Но без чтения, увы, никуда Ну, у нас такая профессия Мы читаем просто очень многое по работе Да, потому что, ну, я работаю в театре И, соответственно, мы очень много читаем пьес Читаем каких-то материалов Приезжаешь на озвучку, читаешь Раньше, когда я ездил записывать Эти страшные передачи Закадровая про египетские пирамиды Вот это все дискавери там и все подобное Я столько подчеркнул информации Ненужной Абсолютно ненужной Я знал, каким раствором зачищали сфинксы Я знал, какие, значит, деревянные части пальмы Используюсь для строительства лодок Но ты это все узнаешь, когда Это прям настоящая феерия Прям так радуешься, думаешь Почему же мне об этом не рассказывали в школе А сейчас ты это узнаешь и думаешь Да, а может быть, если бы я это знал Я бы, может, пошел Расчищать статуи сфинкса Зная секреты раствора Но уже поздно, увы А читать это очень хорошо Я очень жалею, что Ну, может, пока не сложилось Может, потом я уйду на пенсию Буду старый-старый Буду сидеть в кресле качалки С трубкой И читать книжки В этом тоже, наверное, есть огромный кайф Но пока беготня Пока нет, к сожалению То есть вы знаете, что книги «Ведьмак» есть Но вы их не читали, правильно? Я знаю Я подписывал огромное количество книг «Ведьмака» Даже Я чувствовал себя автором, написавшим эту книгу Но обычно вот люди Если где-то приходят И знают, что там Либо какой-то мы делаем концерт или что-то Они приходят и говорят А можно автограф? Я говорю, пожалуйста А можно на книжке «Ведьмак»? Я говорю, ну это же не я написал Они говорят, это не важно Нам все равно очень приятно Просто, что мы будем знать, что это вот здесь Ну, давайте Иногда я даже пишу Шутки из серии, что Автор книги В русском переводе Но Я не знаю даже сколько штук этих книг Сколько их вышло? Восемь Вот Нет У меня была одна Мне ее подарили И Я, кстати, даже не знаю, кто подарил Ее оставили на служебном входе в театре В коробочке С открыточкой Спасибо большое И была книжка Ну, с трудом С трудом С трудом 50 страниц Да А самое главное Что потом ее очень трудно Вот Ты остановился на чем-то Если ты ее не дочитал Самое трудное Потом найти время Чтобы продолжить Начинаешь читать дальше Думаешь Черт, что ж там было до этого Чуть-чуть назад отмотаешь Опять читаешь Одно и то же место По нескольку раз Не судьба У меня так с сериалами было Когда там Посмотрел там Четыре сезона А потом Следующий Через год А ты начинаешь смотреть И уже ничего не помнишь Что было там вообще Да Такими-то обрывками Какие-то самые яркие моменты Там Кто что сделал А это вы Приходится пересматривать заново А ты вроде Это уже видел И как бы Время тратить Тоже жалко Да Это беда Для моего жанра Она Вот в этом заключается В том, что Там столько воды Вот столько Что Ты начинаешь уже Просто потом думать Так Она ему кто А он ему кто А они где А это вот они там Значит познакомились А пока ты это все вспоминаешь Уже Что-то дальше А это кто А чего он хочет А зачем он сюда И Нет Надо смотреть Вот прям Как идет по телевизорам Да Вот если раньше Они выходили Раз в неделю Одна серия в неделю Там И вот ты посмотрел И ты живешь Целую неделю Что ж там будет дальше А сейчас в наш мир Цифровых Технологий Хочешь все сезоны За один день Давай По-моему Можно даже посмотреть Раньше Они в эфир выходят Да В большинстве случаев На платформах На этих всех Сразу все Отсмотрел Все знаешь И еще Я так знаю Все замечают Приходят Говорят Я знаю Кто убийца Я знаю Его зовут И все Стой Не говори ничего Замолчи Ничего не говори Ну в этом тоже есть Конечно Свои Прелести Если ты прям Ну хочешь Умираешь Посмотреть Ну посмотри Все Ну правда Надоест быстро Вот В Ведьмаке Есть кстати Еще Не помню Как его зовут Такой Занудный Занудный Персонаж Который все время Занудным Волосом Что-то там Не помнишь Как зовут А что за персонаж А вот я не знаю Он периодически Там В каких-то В воспоминаниях Всплывает И вот он там Что-то Ну вот из серии Что Жить надо правильно Вот поступай верно Вспомни Как его зовут Не помнишь Не знаю Честно Я один раз Читал какую-то книжку На студии И прям понял Откуда они его взяли Вот прям Вплоть до повторения Каких-то фраз Абсолютно Вот кто Над кем посмеялся Правда неизвестно Автор ли Ведьмака Или Уже эти ребята Которые Писали Современную Какую-то Фантастику Но узнаваемо очень Прям очень Он ему вот как Учитель какой-то Там все время Одно и то же Вставать надо С правой ноги Ложиться надо На левый бок И все В любой момент В жизни Как любая была Какая-то сложная ситуация Вот у него Появляются эти Такие вспышки И он выходил Из ситуации героем Но Ну дятина Которая Вот прям Я думаю Как они здорово придумали Что это не такое Героическое наставление Да Надо жить правильно Жить надо правильно Вставать надо Рано Ложиться Не поздно И в этом появляется Такой пласт юмора Который конечно Есть только Вот в книгах Потому что Они наверное У тебя По-другому существуют Нежели сериалы В голове То что ты прочитал Глазами Остается Наверное В эмоциональном Твоем Фоне И ты Все равно потом Вспоминаешь И сравниваешь Это вот это было А это вот это А это вот это Сериалами Что-то Ну у меня Не получается Сравнивать Какие сейчас Есть хорошие сериалы Из тех Что стоит посмотреть Про необычный Мир фэнтези Ну сейчас Из таких сериалов Это наверное Игра престолов Но она уже закончилась Недавно вышел Дом дракона Как сиквел Такой спорный Кому-то понравился Кому-то нет По властелин Колец Вышел сериал Который Разгромили Просто все Критики И зрители Ведьмак Это тоже Все очень плохо А еще и сиквел Ведьмака Про зарождение Ведьмаков Там вообще Какой-то ужас Там чуть ли не Самый низкий Рейтинг За всю историю Там где-то На этих Сайтах С отзывами Я сам сейчас Особо не слежу Тоже не хватает Времени Прямо Чтобы Смотреть сериалы А во что Сейчас все играют? Ой Сейчас Очень быстро Меняются игры Буквально Пару недель назад Вышла игра По вселенной Гарри Поттера Хогвартс Легаси Там прям Такой хай был Вокруг нее Все там вот Играют-играют Проходит две недели Выходит новая игра Какая-то там Про каких-то Двух роботов Я понятия не имею О чем игра Но сейчас Все говорят про нее То есть буквально Там неделя-две прошла Вышла новая игра Все в старую Все забыли Ну с книжками сложнее С книжками наверное Ну хотя сейчас наверное Постепенно будут писать Нейросети все Так же как и везде Будут давать стиль Автора Автор будет Ну давать Наверное Какие-то приоритеты свои А дальше Все в электронном Будет писаться Я сегодня был на студии Мне показали Уникальные Просто кусочки Вот есть западное кино В котором есть Допустим Английский текст Ну английская речь Уже сейчас Нейросеть может ее убрать То есть при этом Остаются все остальные звуки Остается Природа Остается То есть все Убираются только Английские слова Я говорю Как это делается Как Объяснить невозможно Мне попытались объяснить Я ничего не понял Из того что мне сказали Я думал Это какая-то программа Оказалось что это даже Никакая не программа Это там страшный клубок Одного из Другой И в итоге все Опять И я сижу и думаю Нас опять обманывают Потому что постепенно Мы придем Знаете к чему Мы опять придем Что нейросети будут Пишешь Значит нейросеть Скажи голосом Карасика Да Вот эту фразу Она будет говорить Прочти эту книжку Там Голосом Всеволода Борисовича Кузнецова И она будет читать Могу вам сейчас ее показать Ну-ка Уже есть такая Это как называется А сейчас Сейчас скажу название Ну это бот наверное Какой-то Да Который читает Ну кто же Он как бот работает Да нейросеть Там не все голоса есть Там вот как раз Есть Всеволод Кузнецов Стеус войс Причем кстати Наши русские ребята Ее делают Добрый день Константин Как ваше дело Похоже Роботизировано конечно Но очень здорово Вот дожили Пройдет пару лет Может Не я думаю меньше Я думаю пройдет Если это понадобится Я думаю это сделают за неделю А в итоге понадобится Ну здорово Мне интересно В какой все это хаос Может правда вылиться Потом потому что Есть же Ну актеры Которые собственно Этим голосом владеют А тут как бы нейросеть Которая этот голос Может скопировать Если она дойдет до такого уровня Чтобы это все было Очень похоже на реальность Я думаю что ничего не будет Будет то же самое Что вот с этим Как он называется Дипфейс Вот это То что подмену лица делает Да А ничего нельзя придумать Можно придумать только Какую-то наверное защиту Которая будет тебе говорить Оригинал Или не оригинал Или не оригинал А как Ну это же нельзя запретить Да Там кому-то Ну вот есть люди похожие Ну что одному жить Другому не жить И себя не похожи Есть двойники Есть там Нет Это все Ну это да Очень сложно Есть всякие тоже пародисты Допустим Которые того же Вот все Алда Борисовича копирует Ты же не запретишь им говорить Конечно Не запретишь Здесь только дело одно Что ни одна машина Никогда не сделает это Лучше Чем это делает Живой артист Потому что Это будет одинаково Мне так кажется То есть Голос-то голос Но душу вложить Все равно не смогут И эмоции Вложить не смогут Это будет все равно Такая информативная Мне кажется Подача Ну первое время Потом конечно До всего дойдут Но Очень не хотелось бы Иначе Я помню Когда была Эта пандемия Все перестали Видеться друг с другом Да Общались только Через экраны Вот это все Дистанционка И я так сижу Думаю Ну неужели сейчас Вот К этому все придет Что Люди перестанут Вообще встречаться Все будут так Дистанционно Ну мы писали Фильмы Мы писали игры В шкафу сидя Да Вот Кто у кого Будка была Дикторская Кто шкаф делал То есть дома писали И страшная история Вот смотришь Иногда на какие-то Страшные сюжеты Да В играх Или в книжках В фильмах И думаешь Страшный сюжет Потом переносишь Это все на наше время Думаешь Да это детский сад Сейчас такое творится Вокруг Сейчас такое вообще Везде во всем мире творится Детский сад Прилетели злые Летучие мыши Поработили Нью-Йорк Думаешь Ребята Это разве проблемы Сейчас надо выпустить Там летающих котов Или там каких-то Прыгающих собак 24 часа Наведут порядок Ну вообще ужасно Я даже расстроился Надо скачать будет Эту программу Я буду звонить Всеволоду Борисовичу И его же голосом С ним здороваться Ну я думаю С ним уже так делали Шутили Но на 1 апреля Обязательно постараюсь Никому не говорите Хотел у вас спросить А играли ли вы В первую Во вторую В третью часть То есть в каждую играли Или чуть-чуть Да Но это вообще не мое Вот моя игра На которой я остановился В своем развитии Это Какое-то время я играл У нас была команда Мы играли в этот Контерстрайк Вот это и то Потому что Я не мог Меня там Ну как Вот в футбол все идут играть А ты не идешь Ну договорились Ну договорились При этом я выполнял Все время какую-то функцию Дебила с автоматом За которым Все прятались Я выбегал Меня убивали А потом все знали Где мол Откуда стреляют Вот У меня с этим Очень неважно Моя самая любимая игра Это Ферма Сейчас сажают Там какие-то эти Растеницы Они там как-то растут Я потом что-то собираю Строю домики Еще я очень любил Раньше играть Были Ну такие Как бы они Ну стратегии Наверное Да они называются Ну Варкрафт для меня был Любимым до тех пор Пока он не стал таким Ну 3дшным Да Вот все вокруг Стало белым А вот первые Какие-то Я даже играл В сеттлерсы Я играл В Как же он назывался Вот память Ред Элерт Где там все тоже воевали Да Какая-то такая Надо было строить Базы какие-то Все А вот что касаемо Таких игр Я уже совсем не успеваю Там надо засесть И сидеть несколько часов Проходить Нет Нет Сейчас Надо заниматься Уроками Дочь ходит в школу Надо Репетировать в театре Вот А потом Вся жизнь переместилась Вот в эту дурацкую штуку Вот Как мы раньше Хорошо без них жили Никто Никому не звонил Были пейджеры Какие-то Тебе там пришло Блям-блям Перезвони туда Ты все нормально А сейчас Каждую секунду Все Вот Все знают Где ты Что-то Тебе все время Что-то напоминают Нет Играть некогда Потом все играют Уже я смотрю в телефонах Такие игры есть в телефонах Что прям думаешь А компьютер-то вообще Он уже отходит На второй план Есть приставки же еще Какие-то фантастические От которых Я такие видел штуки Прям комната И Человек Эту комнату Полностью отдал себе Под игровой зал У него Я даже не знаю что там У него Мечи У него Какие-то ракетки У него То есть все Абсолютно электронное Беспроводное Выходить из дома Не надо То есть просто не надо Если еще У тебя есть Оппонент У которого то же самое Да в другой Где-то квартире В другой точке мира Сидишь с ним В админтон Лупишься Потрясающе Но с другой стороны Конечно Общение уходит И От этого становится грустно Раньше люди выпивали Раньше люди Собирались Играли там Футбол Ездили куда-то Сейчас все реже и реже Сейчас появились Замечательные конечно Виды спорта Которые вообще Я считаю Ну фантастика Это вот эти Все что связано С роликами Да Вот с этими То что Какой-то высший пилотаж Все прыгают на них Перепрыгивают Препятствия Вот это все Это конечно Очень здорово Но наверное Травматично А вот А что касаемо Ведьмака Я хочу сказать Я думаю Что Постепенно Уже Ну совсем В ближайшее время Как я читал В одном Журнальчике Электронном Перестанут Этим всем Заниматься Будут Создавать Наверное Прототипы Вот то что Аватары И подобное Да Когда уже Человек не будет играть Он в этом будет Просто существовать Вот как ты приходишь В квесты Да Где тебе нужно Пройти препятствия Вот то же самое Будут делать Полностью Электронные миры Ну на основе Там Как Диснейленд Да Огромные Огромные Ты туда приезжаешь Говоришь Я хочу быть Ведьмаком Тебе говорят Да Костюмчик вот этот Надевайте Вперед за Родину И ты весь в датчиках Абсолютно в реальном времени Будешь проходить Ну Какие-то вот эти Препятствия свои Может и будет Пользоваться успехом Не знаю Я бы сходил Если бы это было Но один раз Просто посмотреть Насколько страшно Насколько неожиданно Могут Ну Нас напугать Или что Что сделать Потому что Все рассчитано Только на то сейчас Чтобы Нас на что-то Подсадить Вот да Выпускается что-то одно И делается классно-классно Ты только начинаешь Да И потом все хуже Хуже-хуже Так Пау И ты думаешь Обманули Начинаешь что-то новое делать И опять то же самое Надо писать самим Не писал никогда книги, Саша Почему Ну если ты любишь читать Значит у тебя Абсолютно Понятен принцип Создания книги Ты понимаешь Как это делать Это Это могло бы стать Каким-то альтернативным Вариантом Я просто На самом деле Много чем занимаюсь Я музыкой Занимаюсь Мы делаем Всякие кавера На сантреке Из Ведьмака Фехтованием Занимаюсь Фехтованием Это очень страшно Я занимался Я занимался Настольным теннисом В детстве И потом В театральном институте У артистов Всегда есть Такой предмет Называется Сценическое движение И на этом Сценическом движении Нам дали рапиры И учили фехтовать И получилось что После настольного тенниса Фехтовать нереально Я все время Рапирой Фехтовал Как ракеткой И народ говорил Не мы с тобой Не будем фехтовать Не-не Ты непредсказуемый Ты сейчас начнешь Отбивать что-нибудь Все И Мы Ну Даже там пытались Какие-то этюды делать С фехтованием Но это очень сложно Это травматично Опасно А ты на чем? На саблях? На длинных мячах На мячах? У меня недавно Кстати вышло видео А в книгах И в играх Геральт мог Мячом отбивать стрелы И вот Меня Поместили в экипировку Я с мячом Отбивал стрелы И по мне Стреляли из зуба И получилось? В маску Пару раз Да Там конечно Не самые мощные Луки были Но было интересно Особенно Когда ты стоишь У тебя вот в лицо Летит стрела Это вообще страшно Это да Это не очень приятно На самом деле Ты вот так загинаешься А с какой Сторостью летит Обычно стрела? Наверное Не знаю От натяжения Арбалет Да От натяжения Лука Зависит от того Какой лук В принципе Но все равно Даже если не очень сильно Все равно страшно Когда она Мгновенно тебе В лицо А когда попадает Это больно Ну я был в экипировке Специальной Фехтовальной В маске Там в этом В стеганой куртке Не очень больно По пальцам Пару раз попало Чуть-чуть Неприятно Там эти были Еще такие резиновые Наконечники Гуманизаторы На стрелах Поэтому Нисколько больно Сколько просто страшно Когда в лицо летит Что-то Получается Ты сможешь выжить В мире Просто апокалиптическом Когда не будет Электричества Не будет ничего работать А у тебя будет меч Ты уже знаешь Что с ним делать Ну это Это да Если это будет Такой мир Где еще Мы все выжимы Надеюсь Что такого не будет Не придется Применять На практике Да А что еще Можно извлечь Из книг Я вот подумал Какие навыки Ну вот допустим Ты читаешь Ведьмака Ведь он же Ничего особенного Такого не делал Да сверх Вот прям сверх 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 Все достигается Тренировками Или Или врожденный Дар чего-то Обязательно нужен Ну у ведьмаков Конкретно Мутации Которые делают Быстрее обычного Человека Сильнее обычного Человека Но ведь они в этом Не существуют Постоянно я имею Они их могут Применять Да То есть так он Обычный человек Но он может Использовать Вот эту Какую-то Свою силу Да Или Нет он всегда Он как бы уже Мутант Он быстрее Сильнее обычных Людей А еще он может Выпить эликсир И стать еще Быстрее Сильнее Нет А есть же Сейчас у нас Сейчас у нас тоже Есть кстати Эликсир Не все это знают Вот эти Энергетические напитки Все глушат Я смотрю Ходят И тоже Кажется Что ты становишься Быстрее Ловче Какой-то ты становишься Менее уязвимый Не хочется спать Не хочется есть Не хочется Все Все Тоже наверное Допинги спортсменов Да Вот эти скандалы Все были Да Это что же эликсиры Просто вот идет время Раньше эликсирами называлось А сейчас называется допингом А пройдет время И вообще наверное Будет продавать В каждой палатке Надо Надо сегодня Сдать Экзамен По математике Ага Мне пожалуйста Допинг для математики Бамс Все знаешь Но 20 минут Успел Молодец Не успел До свидания Пей новую таблетку Правда этот весь допинг Эти энергетики Они как и в Ведьмаке Здоровье твое убивают Конечно В этом проблема Да Коротковременный эффект Который при этом Оказывает какое-то влияние На организм Поэтому Я как-то предпочитаю Этого всего не пробовать Правильно Вообще не надо Это ничего пробовать Все что мы пробуем Это наносит Огромный урон Нашему организму Причем не сразу Вот сначала ничего А потом пройдет Несколько лет И думаешь Ох ты А что-то я вот здесь Вот слышу Неважно А здесь вижу Нес А все почему Потому что Пил не то И ел не там Поэтому ребят Если хотите стать Ведьмаком Лучше занимайтесь спортом Правильно питайтесь Спите Да Не пейте энергетики И обязательно Научитесь делать Классные костюмы Как у Александра Потому что Без костюмчика Это совсем не то Настоящий костюм Это всегда Ну наверное 50% успеха Потому что Если ты держишь В руках меч А при этом Ты одет Спортивный костюм Несерьезно К тебе даже Относиться Серьезно Не будет А когда ты Вот пожалуйста Стильно Вон так 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 Сапоги Все Тебе отношение Другое А как Нравится Хорошо Одетые Мужчины Женщинам Ой Это всегда Надо Заранее Думать Вот если Вы хотите Быть Супергероями Сначала подумайте Хватит Хватит ли у вас сил На то Чтобы сделать Потрясающий костюм И научиться Всему что умеет Супергерой Потому что лучше Может быть Начинать не с самых Больших супергероев Взять что-нибудь попроще Научиться чему-то Научился Например Ты шить Потом ты научишься Допустим Ковать Сделаешь себе Кинжал Или меч Потом научишься Фехтовать Или драться Там я не знаю На каких-то Дубинах Или нунчаках И все постепенно Постепенно Будет получаться Главное не спешить Саша молодец Спасибо Константин Расскажите пожалуйста О своей профессии Вы играете в театре Вы снимаетесь в кино То есть Актер дубляжа Это ваша Как бы Одна из Направлений Деятельности А расскажите пожалуйста Как вы вообще попали В актерскую профессию Как у вас это началось И к чему это все пришло Я попал в актерскую профессию Давно У меня мама работала В театре Станиславского И когда меня не было С кем оставлять Меня все время брали с собой И я провел все детство В основном за кулисами Играют спектакли А я сидел в реквизиторском цеху И играл с мечами Там саблями Там куча всего интересного Это самая главная комната В театре Это реквизиторский цех Там собрано все От иностранных денежек Фантастических амулетов И всего там Ну все что есть в природе Обязательно есть в этой комнате Большинство этих вещей Могут и не использовать Они просто хранятся И когда туда попадает ребенок Конечно Он сходит с ума Потому что Столько всего Как в магазине игрушки Но только все можно трогать Прям вот Фантастически Сейчас конечно игрушки делают такие Что не удивишь А раньше И я проводил много времени в театре Вот А потом меня взяли Я играл Каких-то Детей Надо было в сказке сыграть Я там сыграл Какого-то Нового года Или там еще кого-то Ну вот А постепенно все пришло к тому Что надо было выбирать Кем быть И тут возник Самый большой вопрос Потому что Папа у меня ученый Он работает в МГТУ имени Баумана А я по математике И всем остальным точным наукам Был не силен Как в общем и сейчас И мне тогда отец сказал Знаешь что Ну если ты решишь идти в Бауманский институт Бери фамилию матери Я так прямо обиделся Думаю Ну ничего себе Вообще действительно Позорить отца Ити в институт Плохо И Так получилось что В моей жизни Оказалось Много хороших людей Моя классная руководительница Вторая жена Николая Николаевича Волкова И к ней Приехал Для поступления Самый старший сын Николая Николаевича Волкова Ваня Волков А приехал он с Ольгой Владимировной Волковой Тоже артисткой И она говорит А ты кем хочешь быть? Я говорю Да я вообще Ольга Владимировна не решил еще Он говорит Ну что ты мучаешься Давай учи там Стихи басню Пойдешь с Ванькой Будете поступать В театральный Там математика не нужна Там главное Все понимать Все слышать Все видеть Если тебе это нравится Лучше профессии нет Но я подумал Действительно Лучше профессии нет И выучил басню Стихи Со мной позанимались Помогли Расставить правильные акценты И все И мы ходили поступать С Ванькой поступили Вместе мы В ГИТИС На курс Алексея Владимировича Бородина Там же и учились Я проработал В Рамте Сначала А потом Перешел работать В театр сатиры Где сейчас и работаю Профессия на самом деле Очень интересная Она интересна тем Что Каждый день У тебя Все время В сюрпризах Ты не знаешь Что будет дальше Ты не знаешь Ты знаешь Что вечером у тебя спектакль И ты вечером будешь Ну допустим Ты будешь Я не знаю Рыцарь А может у тебя будет спектакль И ты будешь Не рыцарь А какой-нибудь солдат А может быть Ты будешь читать стихи Вот Но в театре Самая такая Ну вот для меня Не очень любимая история То что это монотонно Театр это такая игра На долгую-долгую дистанцию Где нужно уметь повторять Потому что спектакли идут Не один раз Они идут постоянно И постепенно Ну как и всем людям Нам они тоже немножко так Поднадоедают Потому что когда одно и то же Устаешь И в этот момент Появляется радость Есть озвучки Дубляжи Где ты приезжаешь И ты можешь сыграть Абсолютно другую роль В абсолютно другой ситуации Причем самое интересное Для меня Вот в дубляже Мне очень нравится Сделать так Как это сделал артист Допустим на экране фильма Он это делает На английском языке Допустим А ты должен То же самое сыграть с ним Но только на русском Его покажут А голос остается твой И это всегда Ну не знаю Я первые Первые какие-то свои Пробы в кино Когда мы писали Мне так всегда Нравилось приходить в кино И сидеть Слушать и смотреть Это прям как-то необычно Когда ты Сопоставляешь свой голос С совершенно другим человеком Вот он абсолютно другой Он абсолютно на тебя не похож Но при этом говорит твоим голосом И в этом есть конечно такая Какая-то магия Которая помогает Дальше идти в этой профессии И еще дальше Потом ты научился Допустим менять голос Ты можешь уже делать еще кого-то Потом есть люди Которые потрясающе поют Прям поют так Что сидишь и слушаешь И можно заслушаться Я к сожалению не очень пою Но когда поют классно Я прямо сижу и прям думаю Вот это вот дар божий Человек умеет петь И ему больше в общем делать ничего не нужно Он уже поет Душа поет И он просто открывает рот Оттуда вылетает Такой разный Такой необычный звук Это здорово А вообще артист Это такая Очень необычная профессия Ее надо очень любить Она очень тяжелая Она бывает справедливая Она бывает очень несправедливая Она бывает Она бывает разная Очень долго иногда люди сидят Вообще без работы Ждут когда им дадут какую-то роль Но В ней есть вот огромный Огромный плюс Что ты можешь попытаться И прожить там Не только свою жизнь Но еще разные-разные жизни И научиться Разным-разным профессиям Которой ты бы никогда Сам в жизни Ну просто Не стал бы заниматься Так что Артист Артист Это Артист Артисту рознь Потому что Артист театральный Это не то же самое Что артист Ну допустим Кино Или артист Дубляжа Но Все равно профессия одна И если ты можешь совместить Все грани Этой профессии Она Она очень Открывается для тебя С разных сторон Я ее очень люблю Многие на самом деле Те кто не связан С актерской профессией Немножко ее романтизируют Они же видят Самый какой-то Классный результат Самые там Интересные роли Но тоже есть Свои же сложности Особенно Тоже там В кино Допустим Там приезжаешь на площадку В 7 утра Тебе говорят У тебя в 6 вечера Сцена Сидишь Сидишь Целый день Сидишь Просто ждешь Если еще есть Где посидеть То бывает Что и негде Посидеть Тоже самое Что и не говорят Даже Сцена в 6 Ты приехал туда В 7 утра И сидишь А когда твоя сцена Никто тебе не скажет Может через 10 минут А может через 5 часов Ну вот такая Это ужасно В этом смысле Профессии Надо уметь ждать Как и ролей Надо вот сидеть И ждать Но при этом Не просто сидеть Надо обязательно Стараться развиваться Иначе Когда тебе предложат роль Ты ее просто можешь Не сыграть И будет обидно всем И тебе в первую очередь Я снимался в одном сериале И там со мной был Тоже парень один И его по сюжету Прострелили плечо Стрелой ему Мы приехали на площадку Ему несколько часов Делали грим Вот эту вот Торчащую стрелу Там кровь Мясо Все дела Часов 5 мы просидели И потом приходят Говорят Ребят Сегодня мы вас Не будем снимать Все Переносится Вот И так бывает Или те же Да Какие-то неинтересные Просто Вот как вы рассказали Допустим Книги Да Которые вы озвучивали И на ходу засыпали Такое тоже есть И в театре тоже Да Сложно И тексты надо помнить Кучу Это не кино Где-то там Ну ошибся Ошибся Сделали дубль А в театре Попробуй забыть текст Да И как дурак стоять Вот так вот На сцене Пытаться вспомнить Когда все это видят И ты не знаешь куда деться Хотя и такое тоже бывает На самом деле нельзя Но бывает очень часто Потому что Мы же тоже не роботы Иногда бывает Имена забываешь даже Ты стоишь и думаешь Как его зовут Как же его зовут Как же его зовут Вот ты его 5 минут назад Называл по имени Как его зовут Как его зовут И вот стоит перестать Об этом думать Автоматом все всплывает Вот прям вот А вот будешь Никогда не вспомнишь Еще в этой профессии Очень важна пунктуальность Никогда нельзя опаздывать Это прям бич нашего времени Все опаздывают Все в пробках Все на Никуда нельзя опоздать Потому что Ну как Люди пришли в театр Они сидят ждут Им все равно Откуда ты едешь Чем ты занимался Они пришли смотреть спектакль Хорошо ты себя чувствуешь Плохо ты себя чувствуешь Иди выступай Они же не виноваты Они пришли получить Настоящий праздник Так что Надо работать Да И вообще сейчас Артистов кстати Стало такое количество Я не знаю Вот раньше Ну Наверное Конкурс был Ну не знаю Может быть там 200-300 человек На место В театральный институт А сейчас Вот в этом году У меня знакомый Поступал Сын У них И они говорят В районе Тысячи человек На место То есть Профессия Это популярная Несмотря ни на что И все равно Все хотят Я так смотрю Даже при том Что открылось Огромное количество Институтов Раньше их было 4 А сейчас уже Просто я даже не знаю Сколько в Москве Ну наверное Под 15 Академии Какие-то частные Колледжи Там то все Так что Все меняется Каждый день А как вы относитесь К тем людям Которые пытаются Попасть допустим В профессию Актера дубляжа Без профессионального Образования А это ради бога Попасть можно Ты ничего не будешь делать Потому что Есть самородки Я ничего не хочу Есть уникальные люди Которые действительно Вот приходят Они один раз посмотрели Один раз потренировались И у них все получилось Но Не зная Простейших основ Ничего не получится Ну попадешь ты Ну придешь ты на озвучку И что ты сделаешь Ничего не сделаешь Все посмотрят Скажут Не вы знаете Какая-то беда Не подходит Не-не Надо меня Перепишут И даже об этом не узнаешь Поэтому Для домашних Каких-то радостей Для тренировок Да Для каких-то таких Вещах На которых ты можешь Тренироваться Конечно Это обязательно Надо делать Но с точки зрения Вот без образования Сразу идти В профессиональный Какой-то дубляж Мне кажется Просто неправильно С точки зрения Самой профессии Потому что Надо все равно Научиться Ну самым простейшим Базовым вещам Надо Позаниматься Речью Надо позаниматься Все-таки Какими-то Ну простейшими Вещами Которые Ну без этого Нельзя Танец Сцент движения Речь Ну в озвучке Они может быть Не очень все важны Я имею ввиду Танец Сцент движения Но Они все равно Дают тебе Понимание Ведь Очень часто И в играх И в кино Артисты же Не стоят на месте Они говорят текст Во время какого-то движения И Кто-то из них Тащит Камень Кто-то из них Висит на канате Кто-то бежит И Этот текст Надо обязательно Наполнять физикой Потому что Если ты будешь просто Говорить какие-то слова Тебе просто не поверят Все будут смотреть И думать Какая-то лажа Там На экране Человек Прям Дышит А здесь артист Просто Здравствуйте Я сейчас вас догоню Я вас сейчас Поймаю Я вас сейчас Отлуплю Ну это будет просто плохо Поэтому лучше Сходить на курс Сейчас масса Есть Ну таких Ускоренных программ Которые Ну просто рассказывают Самые уж Базисные вещи А если понравится То конечно Надо идти И учиться Актерскому мастерству И учиться Хорошо Тогда все будет получаться Константин Я знаю Что вы уже много раз Отвечали на этот вопрос Но вот мои зрители Все равно интересуются Многие не знают А как вы относитесь К мату Допустим В играх Вот в фильмах В сериалах У нас запрещен На телевизоре У нас обычно нет А вот в играх Вполне себе Он появляется У вас были такие Неоднократно сцены Что в Far Cry Что в Far Cry Ну очень часто Если мат сам по себе Конечно это глупость Ну просто набор Неприличных слов Ну я не знаю Смысла особого Качественного в нем нет Мат это последняя Возможность человека Выпустить свою эмоцию В жизнь Он уже Ему не хватает слов Вот как говорят Из песни слов не выкинешь Да вот если Если человек начинает Материться От того что Просто ему скучно Ну это он дурачок Если В это вложен Глубокий Смысл И без него Никак нельзя Ну значит Без него никак нельзя Ну вот в Far Cry Это та история была В которой Ну действительно Это был парень Не из Там Института Благородных девиц Он абсолютно Бандюга Хулиган Убийца Ну Естественно Он Он разговаривает На понятных Словах Своих друзей Иначе его просто Не поймет никто А потом Ну честно говоря Не мы Мат придумали Ну так по большому счету Не мы Его можно Любить Его можно Не любить Но он существует Независимо от нас Он существует В параллельной Какой-то Жизни На мой взгляд Если он помогает Создать образу Впечатление Нужное Нужное Его можно Использовать Если это просто Словечка Расловечка Конечно Глупость Конечно же Не надо Тоже Идеализировать Все вокруг Все дети Знают эти Неприличные слова Раньше нас По-моему Они их узнают Но С точки зрения Использования Для Творчества Только на усмотрение Режиссера Если он считает Что это Ключ К образу Или к персонажу Что вот Без этого Ну никак нельзя И то я хочу сказать Даже сейчас Вот пишут иногда Вариации То есть ты в настройках Можешь отключить Да нормативная лексика Ненормативная лексика Если ты хочешь Слушать это С ненормативной Ну будет А если нет Не будет Каждый выбирает сам Я не вижу в этом Ничего такого страшного Прям Что испортит Нас всех Если люди будут Начитанные Умные И образованные Да Но еще Ни один человек От этого не умирал Да Услышав неприличное слово Или сказав его Ну просто надо стараться Чтобы это не было Ну гадостью Вот Бывает Люди Которые так матерятся Что Ты даже Это не воспринимаешь Каким-то неприличным словом Вот Александр Анатольевич Ширвинд Он Он умеет Сказать так Что в этом Есть какой-то шик Какой-то блеск Но так делает он один Он поэтому один Он на свете Один Великий Ширвинд И он умеет это делать Все кто пытаются За ним подражать Это полная фиаско И это сразу понятно Поэтому Мат Мату рознь И самое главное Когда он применяется В какой момент И кем Так что Если можно без него обойтись Будем уходить Если нет Будем материться А у вас какие-то были Веселые Или забавные моменты Во время работы Над вашей ролью Роше В «Видимаке» Может как раз Связанные с этими Вот его Фразами разными Там была одна Ситуация у нас Я заболел Писали Сколько-то дней Потом был перерыв Потом я пришел И было очень смешно У меня Периодически Закладывало нос Надо было пускать капли Которых Хватало совсем Ненадолго И в какой-то момент Я понял Что мы сидим И ржем Потому что Он говорил так Битьбак Битьбак Буквы менялись Из-за носа И менялись имена Да Но мы с этим боролись Но вот этот нос Он конечно Ужасно мешал Потому что Заложенный нос Все немножко превращаются В зададят И дебдоска Говорят в доз И Ну Мы чуть-чуть Пописали И потом Даже передвинули Запись Чтобы нос прошел А то как Где-то он гнусавый Где-то не гнусавый Ужасно Ужасно Самое лучшее Я помню Писали бандитов Вот бандитов Можно писать Когда совсем больной Когда у тебя Вообще нет голоса Они все вот так Вот разговаривают И в общем Не важно Дышит у них нос Не дышит нос Понятно Что это бандит И вот мы писали 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 Одного такого бандита И Выяснилось Что все бандиты Похожи друг на друга У всех артистов Если они пишут По кальке Да С американских Каких-то игр Очень похоже Голоса становятся Нам всегда кажется Что В английском языке Они говорят низко Но это совсем не так Как выясняется То есть вот Наше восприятие языка На слух Нам кажется Что у них очень низкие голоса Особенно у черных Этих Афроамериканцев Оказывается Это вообще не так Это просто Тембральная составляющая И когда наши Начинают Вот так все рычать Все похожи Друг на друга Потом отгадать Кстати Очень сложно А это кто говорит Бандитам Не сразу отгадаешь Ты ли это Не ты ли А вы не помните А вы в первом Ведьмаке Кроме Зара Еведа Озвучивали Кого-то еще Ой конечно Там ну были Маленькие какие-то Наверняка персонажики Я точно не помню кто Но обязательно Когда ты пишешь Большую роль Ну остаются там Какие-то фразки Там совершенно маленькие Да кусочки Каких-то там Не особо важных Персонажей Которые мы тоже Ну меняешь чуть-чуть голос Конечно И дописываешь Иногда Бывает что ты пишешь Совсем не одну роль А там пишешь Я не знаю Шесть-семь разных Сейчас очень много Корейских игр Так там Это вообще бесконечные истории Просто бесконечные Там миры Огромные миры Которые Вот Так вот У корейцев Мы даже отличить не можем Один этот человек записал Тысячу ролей Два Три Или четыре То есть у них вообще Ну вот Другая языковая подача Они даже вот Ну вот Если они боятся Они говорят Чайник Если они любят Они говорят Чайник Если они ненавидят Они говорят Чайник Отличить вообще нельзя Вот Но там к счастью Можно Не обращать Внимания на том Как у них записано Мы это пишем По-своему Но Сама история Конечно Вот Всех озвучек мира На мой взгляд Она сведена К одной Самой смешной истории Вот которую я знаю Замечательная Артистка Людмила Гнилова Приехала Куда-то писать На радио Спектакль Она ехала С репетицией Раньше же не было такого Что Это Записали А потом это поставили Иногда спектакль Прямо разыграли В прямом эфире Особенно там На вот этих старых Радиостантов Типа маяк Да вот И все Вбегали все Быстро все Все знали Амплуа Этот пишет детей Этот пишет взрослых Этот бабушек Этот дедушек Все Всем добавили текст А люди профессиональные Могут читать с листа Им совершенно все равно И они начали это все читать Замечательно И в какой-то момент Она говорит Я читаю Читаю Как я рада Что вы все собрались За нашим праздничным столом Как здорово Что у вас румяные щеки У вас горят глаза Ведь в этот день Мне исполняется 74 года Я рада И это Все начали ржать Просто А нельзя сдержаться Когда Непонятно Что произошло С человеком Молодой Энергичный И вдруг 74 года Но сейчас Такого уже реже и реже Потому что Все у нас будет В записи А в записи Все можно поправить Чтобы было красиво И чистенько Я еще про первого Ведьмака спросил Вы показали Вот эти вот голоса И вот в первом Ведьмаке Это вот прям Вот это была история Завал Кстати, да Принеси мне знаки Саламандер Геральт Но они ужасные Они ужасные Но опять Мы все попадаем в ситуацию Когда нам говорят Что можно Что нельзя И очень часто Нам большую часть Нельзя менять То есть Вот если это так Они хотят Чтобы это было так Ты им говоришь Это ну некрасиво Звучит по-русски Ну просто Ну Отвратительно Есть вообще Какие-то Ну обороты Которые они хотят Чтобы Текст утвержден Ты менять не можешь Они говорят Нет, делайте так Ну что делать Ну мы делаем так А потом все говорят Слушайте А что они все У вас как уроды говорят Мы говорим Вот А мы предупреждаем А мы говорили А что они как уроды говорят Вот такие вот они Потому что они уроды Потом я придумал Хорошее оправдание Действительно Ну еще они так говорят Они кто? Люди нормальные? Нет, они уроды Так тоже бывает То есть в первом Ведьмаке Они в оригинале Английские голоса Они похоже говорили? Они очень были Тоже записаны Даже в английском языке Мне кажется Тоже Бывают такие ситуации Когда остается Какой-то Недописанный кусок Ну что Вызывать артиста Специально А он уехал В Сочи На гастроли Ну нет Конечно Ты можешь записать? Ну давай Ну так тоже А он Ну насколько может Настолько он и записывает Поэтому и получается Здравствуйте Я певица Из Волгодонска Не Ну это Это плохо конечно Но никуда не денешься Это огромное производство Я даже Не знаю Сколько Работ То есть Сколько людей Работает На создание Даже одной локализации Потому что Это тьма Одни проверяют Другие сортируют Третьи там Что-то переводят Четвертый И есть только один человек Который знает сюжет Полностью Вообще Вот он один знает Ему все звонят И говорят А вот это как Ударение В какую сторону На имени? Он говорит На эту А это на эту Поэтому А ляпов бывает Очень много Иногда пишешь Персонажа У которого Ну там его зовут Там я не знаю Условно Рен Ну Рен и Рен Вроде ударение Рен и Рен Ничего А потом Уясняется Что Рен Это женщина А как быть Переписывать женщины Только Все по другому Никак не решишь И было очень много Раньше ляпов Были игры про драконов Где нам присылали Что это говорит мужчина Прям написано Там Defender male А когда они сделали игру Там стоит женщина Которая говорит Мужским голосом Почему Непонятно Ну кто-то и ошибся Там Потерялись Несколько буквок Или что-то заменилось И такое проходило Ничего И кстати Вот на ютюбе Очень много этих По-моему Ляпов собрано Если порыться Там Ого-го Ну в первом Видимаке Тоже там Один персонаж Говорит Кайр Морхен Второй говорит Кайр Морхен Вот-вот-вот В целом Если второй-третий Ведьмак В плане локализации Довольно профессионально Сделан То с первым Ведьмаком Какая-то странная история Как раз Почему интересно Поговорить с вами Именно про первую часть Потому что Вот вы принимали Участие в ее записи Это получается Режиссеры Да Настаивали На такое Нет Никто не знал Все не знали Как Как сделать Так вот Ну как А черт ее Но сделал пострашнее То есть Первый писался Вообще В непонимании полном Что мы пишем Никто особо По-моему Даже не понимал Сюжетный конвей То есть Есть там роль Да Там Разбойник Ну тебе же понятно Разбойник Да Давай так будет Говорить все А то что это там Другого вида Совершенно Разбойник Никто не сообщал Поэтому оно и получается Что информация равна нулю Ну и все Кто куда гораст Кто туда и движется А потом Я глубоко убежден Что и режиссер Этого мог не знать Просто мог не знать Это Было время Я даже не Какой это год первый Это 2007 что ли Те годы примерно Это было то время Когда По-моему Присылали на электронную почту И говорили Сделайте как хотите Нам это совершенно Было все равно Мы вообще На российский рынок Не рассчитываем Делайте сами Нам потом Никто Никогда По-моему В локализациях Вот до там Ну наверное 2010 2012 Года Не отдавал Такого прямо Вот серьезного Отношения К тому Как это звучит На русском языке Потому что Во-первых Пираты все украдут На следующий день Ну Если не в этот Если не до Того Да Если не до Еще Такое кстати Вот было С последней Вот этой игрой Которая сейчас Популярна Там за несколько дней До релиза Все уже следует Ну вот И поэтому Для иностранцев Это всегда были такие Ну Траты денег Вроде как Надо чтобы было На этом языке Надо А как бы Заработать Ну Вряд ли Все равно Это все Украдут Вот точно украдут Ну и как бы Ну Надо Надо Ну как будет Так будет Они не особо Всегда надеялись На это А потом они Никто Вот если у нас Большинство людей Хотя бы Понимают Как звучит Английский язык Настоящий Да Ну просто Как он Звучит Они понятия Не имеют Как звучит Русский язык Они вообще Не понимают Вот В большинстве Своем Все Русские В играх Это Ну вот Наверняка Большая из них Часть это Поляки Ну там Сербы Венгры Кто-то 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 Есть В их понимании Если они говорят по-английски Они все говорят Приблизительно одинаково Там Come here This is my big lunch Don't touch it И вот они все Вот так говорят И поэтому для них Это в общем Ну такая история Ну как бы Ну да Сделайте Сделайте А потом Когда им стали говорить А что же у вас такая лажа Это лажа Лажа Это не мы Это Мы сейчас наведем порядок И стали уже отдавать Огромным крупным студиям Вот эти все записи И тогда Ну какой-то порядок Стал получаться Уже более-менее Но это неизбежно Время фрилансеров Которое было в 90-е годы Когда каждый Находил какие-то там связи Да И работал там напрямую Оно вот прошло сейчас Большие компании Они там договора Все прописываются Все А раньше все было так По большей части Как пойдет Так и пойдет Ну да С первым Ведьмаком Такая история Конечно Звучка Странная Но она очень мемная Смешная Но не серьезная Немножко из-за этого Да Сейчас у нас с вами Будет небольшая рубрика Вопросов от подписчиков И первый вопрос Данг Посрал Вопрос по поводу Озвучки во второй части Сцены Когда Геральт с Вернаном Видят Что весь отряд полосок Повесили Как прочувствовали сцену Какой дали контекст Было понятно вообще Что озвучивать и как По мне там попадание Бомбическое Вернан до конца второго акта Как пружина натянутая А мы конечно Не видели Что там происходит Но у нас есть описание В котором Режиссер тебе говорит Вот смотри По описанию Они стоят на поляне Слева висит там То-то и то-то Один живой Один мертвый Третий Отрублена голова Он стоит здесь Рядом с ним Стоит там кто-то Вперед за родину Вот так и писали У нас вообще этим занимаются По большому счету Очень хорошие И талантливые люди Поэтому Мы сами очень радуемся Когда что-то получается А зачастую У нас есть вообще Своя поговорка Она древняя Поехали спасать кино Она так звучит Бывают очень плохие Фильмы категории Там ну ЦДЕ Которые ну прям Они жуткие Они прямо И там Стоят люди У них основное слово Общение Это факт И вот когда они Фак-фак 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 А наши режиссеры Вкладывают глубокий смысл Они додумываются О них Содержание того Что происходит на экране И добавляют Хотя бы еще Сколько-то Значимых фраз Чтобы зрители Могли смотреть Поэтому нет Мы стараемся Мы стараемся Не всегда мы все знаем И не всегда у нас получается Но вот эта сцена Она была с описанием И у нас получилось Ее сыграть Вот так Кинг оф Кинг спрашивает Кто для вас был более родным персонажем Вас или Вернан Поддерживаете ли вы Вернана В его целях и мыслях Ну я так честно Даже не знаю Кто для меня был ближе Не знаю Да мне на самом деле Вот кажется Что Ближе Не может тебе быть Кто-то из персонажей Ты либо веришь В то что ты делаешь И говоришь Либо не веришь И тогда Получается Без веры Вот Ну вас он вообще Конечно Он такая Все восхищаются Конечно Им Такая Неоднозначная Личность Но Но он какой-то Совсем ведь гад Прям вообще Бандюга такая Что Прям Ну не хотелось бы быть По жизни Таким человеком Скажу честно Вот А Роше Во многом Он конечно Во-первых Это Это Другой уровень Я бы сказал Человека Это Другой образ Другой интеллект Это Другие стремления Я даже так вам скажу Ну вот если выбирать По стремлениям И мыслям Да Наверное Роше Синером спрашивает При встрече с Йорвитом Что бы вы ему сказали Ого Я бы ему сказал Привет старик Пойдем выпьем Какого-нибудь Эля Поговорим о нашей жизни Я не знаю Я не знаю Что 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 В вашем понимании Я должен ему сказать Вот Я знаю Что Если бы Наша встреча Произошла Спонтанно И если бы В этот момент Мы Были С ним Ну в более-менее Я скажу так Дружеских отношениях Я думаю Что Мы бы обязательно С ним вспомнили Былые наши заслуги Былые ссоры Былые неприятности Радости А как это можно сделать Вот В таверну Кстати Замечательное место Такая Атмосфера Как будто Мы действительно Находимся Где-то В мире Ведьмака Я бы Я бы ему Наверное Рассказал Свои новости Он мне рассказал Свои Но выпили бы Эля Обязательно Потому что Без этого В древние времена Не обходилась Ни одна встреча Если бы Йорвит Не пустил Стрелу Еще до этого С криком Бладет Хойна Мы же знаем Как Йорвит Любит людей Ну я думаю Что Какой смысл При встрече Сразу пускать Стрелу Вот Когда ты встречаешься С кем-то Во время Какой-то битвы Ну да А когда Встречаются Ну этих Можно Можно назвать Неординарными Да Они же совершенно Неординарные Мне кажется Неординарные люди Не будут Сразу Убивать Друг друга Ну Все равно У них есть Какое-то свое самолюбие Им хочется Нам помучить Да Поиздеваться Сказать что-то Узнать А что у тебя нового А что тут у тебя В кармане А уже потом Да Поэтому Не знаю Мне кажется Надо все начинать С каких-то попыток Дружеских общений Потом все Если передружатся Это вообще Отдельная история А вот как потом Им поссориться Если они сошлись И не произошло Ничего гадкого Вот как Ну вот они взяли И подружились Вот как Никто никому Не пожелал плохого Никто никого Не застрелил Из арбалета Никто не отрезал Значит Руку мечом Вот как дальше Вот этому Сразу начинается А вот это Драматургия Кто-то должен Обязательно Совершить первый Отчаянный шаг Ненависти Какой-то Такой Тогда уже Начнется Вся неприязнь А так сразу Не, ребят Нет Надо дружить Надо дружить Глеброн Смешно озвучивать Они очень колоритные Сами по себе Они все время Все знают Они все выпытывают Ну Такие Нет Я вообще Мне кажется Неправильно Говорить Второстепенные Не второстепенные Есть просто герои Да Вот главные герои А есть те Кто им попадаются На пути Не знаю Не знаю Нет У меня таких Любничков нет Вот только что Трактирщики какие-то Они всегда Там же какие-то Они травили Байки же Да Когда к ним приходят Вот это Вот это Всегда смешно Посидеть Послушать Разговоры Вот эти Ахинейные Которые Сидишь Слушаешь Думаешь Нифига себе Почему О чем Вот так люди Говорят А так Чтобы кто-то Второстепенный Не, ребят Нет Нет Герои Да Необычные Какие-то Создания Да Второстепенные Пожалуй Что нет Есть допустим Тайлер Который Вот Сарашек Знаете А чем Он Интересен Он смешно Учил Троллей Материться А теперь Перейдем К практике Ты Сука Сраная Издав Жоп Уебаная Повторяйте По очереди Бог Ну Не знаю Не Мне Мне кажется Да он тоже Не второстепенный Персонаж Вот Второстепенный Персонаж Это Тот От кого Ничего не меняется И Ну в общем Его и не вспомнит Никто Второстепенный Но если мы вспоминаем Как он Смешно их учил Это же все равно Получается Не второстепенный Второстепенный Это вот Тех Кого убили Вот они Второстепенные Вот Про них так и говорят Ну вот это вот Ну вот там вот На лужайке Когда лежало Помнишь Вот Висело 10 А лежало еще трое Вот это вот Вот они второстепенные Чего их вспоминать Они Это массовка Ну если да Если считать второстепенными Именно совсем таких Незначительных персонажей Тогда да Владимир Степин Какие черты характера С вашим героем У вас схожи Как вы оцениваете персонажа Его поступки Его взгляды Общие Какие-то Человеческие Может быть У нас исходятся А поступки И взгляды Они же тоже Зависит от того Что происходит На данном В нашем мире Наверное Есть много общего В мире сказочном Я думаю Что Он очень Мужественный Он очень Смелый И отважный У меня этого Поменьше Просто ввиду того Что я Чаще Работаю в театре А не блуждаю Значит С кем-то Из магов И чародеев За компанию Поэтому Ну мне нравится Что он рассудительный Мне нравится Что он эмоциональный Мне нравится Что Он пытается Добиться Своей цели Ну все Самые главные Качества Они У всех У нас Похожи Просто У меня Есть еще Неприятная вещь Которая называется Лень Вот у него Ее нет А у него Есть вот Именно Стержень внутри Которого Мне зачастую Не хватает Шон Данте Спрашивает Как трудно было Вжиться в роль Удалось ли сразу Попасть в характер Персонажа Ну Вживаться в роль Не приходилось Потому что Вживаются в роль Обычно Ну когда надо ее Визуально исполнять В театре Или в кино А вот попасть В характер персонажа Да Это было очень важно И Ну Не могу сказать Что прям сразу Бывают моменты Когда Ну вот Ты пишешь Какую-то Допустим Игру Ну вот Час пишешь Два пишешь Три пишешь И потом Бывает что Или режиссер Сам скажет Или ты сам Говоришь Слушайте А давайте Вернемся Вот К первым фразам И перепишем их Когда вот Ты уже Все-таки Погрузился В разум Персонажа И Некоторые вещи Прям хочется Из самых первых Текстов Переписать Потому что Ты недостаточно Понимал То о чем Он говорит Ну такое бывает Но на самом деле Вот Когда Интересный персонаж В него и погружаешься В общем Понимаешь Смысл Его действий Его Уровень Юмора Уровень Его Злости Поэтому Нет Нет Это было Я скажу Не то чтобы Легко Прямо сразу Но Довольно просто А скажите Пожалуйста А часто Ли вас узнают На улице На улице Да Бывает Узнают Но это все Связано Не с театром Конечно Это связано С сериалом Чаще всего Это Воронины В котором Я играл Журналиста Андрюшу Еще узнают По передаче На канале Культура Про кино Которую Я вел Ну В общем Как и всегда А очень часто Еще меня называют Сейчас уже нет А раньше называли Меня говорят Ой Здрасте Вы Василий Уткин Я сначала Говорил нет А потом Когда Чаще всего Это происходит Когда идет Какой-то Вот там Футбольный Матч Или там Какой-нибудь Чемпионат И у всех Полные Вот нас Путали С ним А я в футболе Вообще Не бум-бум Вообще Ну то есть Вообще Никак Вот Я сначала Говорил Нет Нет Да 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 Проще сказать Да Да Вас когда-нибудь Узнавали По голосу Именно вот Как персонажа Из какой-то игры Которую вы озвучивали По голосу Ну Только в основном Если И было Говорили У вас так иногда Вот здесь такая игра Где там Шарик летает Такой Это Вы Похож Прям на Витли Ну да Иногда бывает А Нет Нет С голосом сложнее Во-первых Все в наушниках Сейчас весь город Молодежь Вся в наушниках Никто ничего не слышит Слышать не хочет Вот Нет С голосом гораздо реже С голосом узнают Прям Если уж узнают То такие прям Культовые фанаты игр Которые прямо Они прям Я даже не знаю как Но вот То ли по тембру То ли по Посылу То ли как Ну вот бывает Ну очень редко Очень-очень Очень Это вот происходит В длительных беседах Каких-то Вот если ты с кем-то Разговариваешь Он говорит Слушай Да Так похоже А это не вы Вот там Озвучивали Я говорю Я Вот я прям слышу И мучаюсь Думаю Вы это не вы Просто я тоже Представляю Допустим Какой-нибудь там Не знаю Кассир Вы там кофе Где-нибудь покупаете И он такой Ой это же у вас Нет Вот бывает Когда что-то покупаешь Ну вот Что-то на язык Поворачиваешь Безумие какое-то Вот здесь И думаешь И он такой Так Да И человек говорит Так Ага Ага А еще раз Скажите Я вас сейчас Сниму на видео Ну так бывает Но Я стараюсь Нет Я вот это Очень не люблю Есть Есть люди Которые очень любят Когда их там Узнают А я Не очень это люблю Потому что Как только тебя узнают На этом прекращается Твое личное пространство Да Вот пришел куда-то И ты хочешь там Посидеть с друзьями Поговорить Все время Выглядывают Откуда ты И Вот это все Начинается Ну это не очень Ну только Опять Кому нравится Кому не нравится Я к этому просто отношусь Хорошо еще Когда есть там У фанатов Какое-то понимание Личных границ Ну да Они хотя бы подождут Пока ты там Закончишь свои дела Не знаю Там встанешь Чтобы подойти Там не знаю Попросить фотографироваться Или еще что-то А некоторые же просто Прут вот прям На боролом Сидишь кушаешь Где-то к тебе Подходит Когда в этом Вконтакте Все время происходит Я уже сам не рад Что у меня есть Эта страница Ну понятно Что это маленькие ребята Ну понятно Ну они прям вообще Иногда Ну Такое пишут Я даже не понимаю Смысл вопросов Там Какое-то идет Перечисление имен Японских Каких-то этих Потом говорит Когда он выйдет В эфир Я думаю Откуда же я могу Это знать Очень много Вот Я Писал Этого Бражника В Леди Баг И Супер Кот Такая Длинная история На Диснее Была Вот И очень много Кстати Вот этих Поклонников Приезжают в костюмах Приезжают в костюмах Чтобы сфотографироваться И Ну они прям Ну вот прям вот В парадном Приезжают И фотографируются А у меня не было Костюма этого злодея Бражника И я все время Значит Вот так просто В рубашечке Это у меня примерно Тот же уровень Что у этих фанатов Восьмилетних Это какая-то детская История Я просто преподаю детям Мне что-то тоже Про эту Леди Баг Говорили Я понятия не имею Что это Но я так понял Что это для детей Совсем Там Да Это детская история Абсолютно Она конечно Она уникальна тем Что там Одна серия от другой Не очень сильно отличается Там все время Дело происходит Где-то типа в Париже И все время Бражник посылает Акуму Который вселяется в кого-то И превращает его в чудовище Там в человеческие Значит Эти все Грехи Они обретают Визуализацию И вот там В общем он вредит Каждый раз И каждый раз Девочка Значит С мальчиком Спасают мир Все очень просто Но детям вот Они любят Когда все повторяется Одно и то же Им нравится пересматривать Много раз одно и то же Когда сюжет простой Для них понятный И все Они все хотят быть Обязательно Леди Баг И суперкотом Ну ничего Ничего Самое главное Здесь Ну терпение Потому что Ну мелкие Ну что с ними сделаешь Они же тоже не очень понимают Они хотят Получить информацию Но они понимают Откуда Многим детям Да им хочется Чтобы вот Какая-то там звезда Какой-то известный человек Просто на них Обратил внимание Там что-то им ответил Они конечно Не задумываются еще О каких-то личных границах О том что Таких детей Которые пишут Вконтакте Там еще Пять тысяч человек Ну их тоже можно понять Конечно да Но это в основном дети Ну конечно Ну что Обижаться на них Тут да Да есть и взрослые Такие на самом деле И мне тоже пишут Я хоть там Не особо известный человек Но мне тоже пишут И чушь такую иногда пишут Что я Я просто не читаю Даже не открываю Мне уже один человек Какой-то уже третий месяц Пишет одно и то же сообщение А ты увлекаешься ведьмаком? Мне хочется сказать Как ты догадался, друг? Как ты догадался Что я увлекаюсь Ведьмаком? А ты ему напиши Нет, я смотрю Ну погоди Может он не отстанет Возможно, да Но я думаю Навряд ли Константин А вот вы еще спросили Меня про сериал От Netflix А вы получается Знакомы, да? То есть с этим А вы смотрели Прямо этот сериал? Я посмотрел одну серию А мне не поднялся Я очень Я и думал, что Может я что-то не понял А Ну нет, это же вообще лажа какая Не понял никто На самом деле Лажа-лажа Прям то ли малобюджетная Какая-то история Они решили Ну там такие бюджеты у них Наоборот Там А вот Игру Престолов Вы смотрели? Игру Престолов, конечно У них чуть ли там не бюджет Игры Престолов Каких-то сезонов Ну вот я не увидел У них бюджет Либо все украдено Либо все истрачено Впустую Потому что Ну Неинтересно Вещь А Тут Скучно Не-не Ну и Если никому не понравилось Значит мы все заодно Рот фронт Мы кстати недавно записывали интервью С Сергеем Пономаревым И Александрой Курагиной Которые озвучивали Геральта и Цири Как раз в сериале Они допустим Стараются смотреть на этот сериал Как вообще на что-то Абсолютно не связанное с книгами На что-то отдельное Ну не знаю Я допустим Даже отдельно не могу это воспринимать Вот я так понимаю вы тоже Да Хоть вы и не читали книги Но даже как отдельный сериал Это какая-то Ну да Все равно Мы же все равно Если там Те же имена Тоже названия Ну как Ты же не можешь абстрагироваться От того что Ты все равно хочешь увидеть то О чем ты Смотрел Читал Слышал Видел Вдруг бах Легко А там что-то вообще не из этой серии Ну поэтому не Ну может быть Может быть Может быть там где-то За границей Есть какое-то свое Как обычно Понимание того Как это должно быть Не знаю Но мне кажется Он и там не особо Пользуется успехом Там как-то да 50 на 50 Сейчас вообще С этими всеми политическими Да это вообще Моментами очень тяжело Там половина героев Стала темнокожими Темнокожий эльф Ну это вообще Какой-то просто мрак Абезанна Каренина Сейчас вот Я видел трейлер Стоит тоже темнокожая девушка Зачем Почему Ну если вам Ну так надо Ну ради Я не понимаю Зачем это к нам тогда Все присылать Потому что у нас все равно Свое восприятие И у нас Если ты читал Ромео и Джульетту Ты ну не можешь воспринимать Если Действие происходит в Италии Да А играют допустим Ну 80% чернокожих Ну откуда они там В Италии В Вероне В какой-нибудь Совершенно непонятно Причем Наверное Это будет еще усиливаться Они же там какие-то законы приняли Что это прям Абезаловка Да Они пропускают прям Ну вот Поэтому Ну не знаю У них дело свое У нас дело свое Мы будем стремиться Чтобы наши игры И наши фильмы Ну может быть Когда-нибудь смогут Всех заинтересовать Гораздо больше Чем их фильмы И игры Вот сейчас кстати Вышла игра Не знаю Вышла не вышла Но я видел Мне так прям было Я прям Возгордился Атомик Харт Да А вот я про нее и говорил Что она сейчас Да Как раз популярна очень Ну это же Что-то с чем-то Я причем Смотрю на Все эти До боли знакомые Нами образы Этого падшего Советского Союза Там Играет Старая музыка Которая у нас У всех в памяти И Ну потрясающе Я там не знаю Насколько это сделано У нас полностью Но мне кажется Что наверное Большая часть Сделана у нас Вот И ну Отлично Отлично Я не играл конечно Но Трейлеры мне очень понравились Особенно с бабкой Там Сумасшедшая бабка Какая-то Просто Там уже раздули Скандал Потому что там В этой игре Какие-то отрывки Из наших мультфильмов По-моему Советских Там какой-то был Из мультфильмов Где какого-то там Темнокожего папуаса Показали И вот на западе Там они раздули конфликт Что это расизм Опять Правильно Ну пускай Им сделать больше нечего Пусть раздувают Дальше Причем Ну это же полная Реально чушь Когда вот Тот же ведьмак У нас там Это средневековая Польша Откуда там темнокожие Откуда там темнокожие Эльфы Я допустим Всегда считал Что если возьмут Допустим Делать киноадаптацию Игры GTA San Andreas Где главный герой Это у нас Темнокожий Гангстер И сделают его Не знаю Светлым Каким-нибудь Рыжим Там Славянским Герой Но это же Это же будет Такая же чушь Как то Что они делают Наоборот Вот славянские персонажи Темнокожие Саш ну вот смотри В игре Это довольно просто Вот я убежден Что в игре Это решается Вообще Ты просто Наверное в настройках Скоро будешь выбирать Там Сколько у тебя Темных героев Сколько у тебя Белых Рыжих Китайцев Или как бы Ну это решаемо Но в кино Как это сделать Это получается Надо кино снимать Для чернокожих Отдельную версию Этого же кино А для белых Снимать Отдельную версию Для белых Ну как У них сейчас Вот такая игра Что они считают Что Ну вот На уровне Что вот это БЛМ Да Вот Они должны Прям извиняться За За все Вот Ну такая игра У них какая-то Своя На уровне Подсознания Там я не знаю Сумасшествия Ну Интересна нам она Нет Я вообще не убежден То есть Не уверен Что У нас Большую часть Фильмов Надо вообще Показывать То что У них считается Прям классик Мы не знаем Проблем Чернокожих Для нас они Мы их знаем Только с одной стороны Что их угнетали И они против этого Восстали И мы вроде как С ними дружили И мы были заодно А потом выясняется Что там вообще Причины Совершенно далеко Глубоко Не в этом И Ну пусть они без нас Решают У нас своих проблем Полным-полно Ну только да Мы это к сожалению Все употребляем И от этого никуда Не деться Потому что Ну очень много идет Контента Как раз Из-за рубежа К нам Но я все еще Верю Надеюсь Что когда-то Кто-то Сможет сделать Адаптацию Ведьмака Нормальную Может даже У нас в стране Если такое Когда-то Могло бы Случиться Будем надеяться Да Всем удачи Ребята Я считаю Что Играть надо В интересное Смотреть Интересное Читать Интересное Все должно Приносить Только Пользу И радость Насильно Пересматривать Какие-то Фильмы Не нужно Насильно Играть В дурацкие Какие-то Игры Тоже не нужно Надо До всего Доходить Своим умом Если своего Ума Не хватает Надо Спрашивать Совет И вам Наверняка Кто-то Из ваших Друзей Подскажет И вы Найдете Для себя Что-нибудь Замечательное Хорошее Интересное Вот А ведьмак Он как был Он так есть И обязательно будет Потому что Это интересный мир В котором Ну Ты для себя Найдешь То, чего У тебя нет В реальной жизни Ты там можешь Пройти Путь Ну Другого человека В другое Время В другой эпохе Абсолютно С другими Может быть Убеждениями Порывами Страстями Но это Очень здорово Так что На мой взгляд Если интересно Вперед И Будем ждать Каких-то новых Историй Которые наверняка Будут Константин Огромное вам спасибо Спасибо за то, что вы Приехали сегодня Я был очень рад С вами познакомиться Спасибо, я тоже И Ребят, пишите свои комментарии Что вы думаете По поводу этого интервью Мы с вами сегодня узнали Много интересного В том числе И про озвучку Ведьмак 1 Многие из вас Просили об этом поговорить И всем удачи Мы с вами увидимся В следующем видео Всем пока Пока-пока Ну а я хочу поблагодарить Спонсоров своего канала Уровень спонсор плюс Николета Пипистрелла Ингивор Уровень спонсор Джулс Джевелс Свит Келэмити Герин Энд Хайпер Балоидс Грегор Эсдиар Блинго Эстагерониум Диско Хаус 57 Гуэн Сирен Спасибо вам огромное За поддержку канала Если вы тоже хотите Помочь каналу материально А также получать Различные бонусы Например, ранний доступ К интервью Куча всяких Эксклюзивных материалов И многое другое Вы можете оформить Спонсорскую подписку На моей страничке На сайте Бусти Там есть несколько Вариантов подписки С разными бонусами И все подписчики Начиная с уровня спонсор Упоминаются в конце Каждого моего видео Ну а мы с вами Увидимся в следующем видео Пока-пока